Сегодня VAR тоже здесь работает и футболисты тоже подтянулись постепенно. Бэка этой привычной модели, при Луизе Ирнандесе, это было и при Веске Стейсовиче, я так понимаю, будет продолжаться. Посмотрим, друзья. Давайте заглянем куда в комнатку VAR, пока без что, без титров. Ну ладно, друзья, там, по-моему, общая идет информация. Давайте теперь пробежимся по составам играющих команд. Начнем по традиции с хозяев, тем более они с мячом, пока на своей половине поля. Давайте изучать этого футболиста. Он играет на одной линии со своими двумя партнерами. Это хороший заброс по вратарску, опасный мяч в воротах, но, друзья, пока не будем радоваться. Или будем радоваться. Рубин Хибай очень высоко выпрыгнул, трогает вратаря. Хибай, обратите внимание, мои дорогие друзья, он выпрыгивал не прямо перед собой, он выпрыгивал по направлению к голкиперу. Так что ситуация неоднозначная. Представил на варе, ну а теперь, наверное, начнем представление Металлога. Который оказался непростой ситуацией. Тут еще и желтая карточка. И опять Азимов, да, принял участие в этом эпизоде. Да, вот здесь вот абсолютно стопроцентный фол на желтую. Беков на веще штрафной. Давайте досмотрим. Держим при стандартных опасен, как всегда. Ну и Артыков здесь уже, по-моему, должен точно забирать. Вышел со своей половины поле. Классная передача. Мяч штрафной. Друзья, 1-1 мог сейчас случиться. И это... Арвеладзе запустил мяч штрафную. Андижан 2-0. Друзья, великолепные, роскошные стандарты Андижана сегодня работают. И снова... У Драгона Черена появился конкурент. А, подождите. Но вот здесь Пади разбери, был офсайд или нет. Потому что здесь, друзья, вару сейчас будет очень сложно. Там нету камеры, которая параллельно ситуации, да, двигается по полю. Она смотрит сбоку. И вот здесь Пади определи, где находилась атакующая часть тела Хибая. Именно с его предосиста начался второй гол. Еще один навес. Андижан выигрывает воздух. Еще один навес. Андижан тоже вроде бы возвращается. Перевод мяча. Дальше это был не перевод направо. Поехали на ближнего Ротарской. Обрадовичи на этот раз дали возможность пробить. Но... Или там Азимов был. Они постоянно меняются флангами. Здорово играет Арвеладзе. И счет у нас 3-0, друзья. Вот это да. Что творится сейчас в Фергане? Я, честно сказать, даже в мане приложу. Здесь, смотрите, оп, накрывает соперника. Здесь точно ничего не было. Хибай просто красавец. Друзья, два гола забил. Результативную передачу на свой счет записал. Руби Хибай однозначно будет, с учетом предыдущих матчей, которые я смотрел. Знаю. Он будет игроком тура. Попадет во все символические сборные. Так оно есть. Удар. И спас... Опа! Опа! И... Викобаца требует пенальти. Поворотом. Голова. Он так чиркнул волосами. По ситуации. Там мяч в руку, говорят, попал, да, Владимиру Бубани? Раз. Отскок. Два. Нет, в грудь попал вроде бы с этого ракурса. А что там случилось? Ну, а теперь главным тренером работаем. До конца года вроде бы с ним. Подписано соглашение, ну или какая-то договоренность. Еще раз смотрим. В первом эпизоде фолл, во втором. Да хорошо. Нарвил Ладзе. Ливан налево. Навештрав. У него пас был на Арвил Ладзе. А, кстати, здесь оседл. Да, у него был пас на Арвил Ладзе низом. Остальные, друзья, смотрите. Вверх. Игорь Литовко защищает. Так, 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 так. Удар. Еще один удар. И сейчас, да, счет был, кстати, вообще 4-0. Опасно получилась атака у Андижана. Таиров, если бы он так же пританцовывал в бою, праздновал забитый гол, это было бы, конечно же, еще уместнее. Давайте посмотрим этот момент снова. Поработали против Хибая. Не дал ему возможность Космени пробить. Как следует заблокировал частичный удар. А затем уже на подборе Таиров. Хорошая была ситуация, но полузащитники, они сейчас штрафной. Мяч руку угодил. Но вот там Таиров, он нападающим заявлен. Да, нужно было сделать передачу направо сразу. Мяч в поле потихло. Кстати, если пас был бы, кажется, вовсе страны. Арбитры добавили 19 минут. Это вообще ужас какой-то. Еще Вар смотрели, еще что-то при этом. Толку от этого не было никакого. Ореладзе готов. Справа пуляет. Голу свою подставляет. Там забив у Лауренбаев. О, гол, оборот, соперник. Есть ли Сагдиана сейчас не та. Ну, в смысле, вот сейчас уже более или менее. Мандижан бежит забивать четвертый. Справа есть вариант Хибай. И... Разбег. Удар. Мяч петит, еще ворот. А! Еще одна возможность забить. Здорово. И... Арктиков тащит. И... Друзья, ну, это просто феерия сегодня. То, что творит Рубин Хибай. Ох, хитрик, друзья. В этом сезоне в Суперлиге Узбекистана разом забил за все предыдущие матчи. Которых не принимал участие. Ну, по-хорошему, здесь Артыка вытащил. Здесь пустые ворота. Переправа. Последний раз в августе месяце забивал Рубин Хибай. В другом первенстве. А три гола в последний раз Рубин Хибай забивал. Дорогие друзья, нашел я информацию. Он забил. Тяжелое поражение Веска Стейсович принимает. Очень тяжелое. Пятый, четвертый. Пятый, четвертый. Ну, какой счет? Вообще, что творится, честно сказать, я уже не понимаю. Ну, вот, как это объяснить? Как это все вот объяснить? Все готово. На вес. Контратаку. Да, унинаков. О, да, это... Вот видите, про бокс мы не зря стали говорить. Шесть минут надо было добавлять? Надо было, да. Там сознание потерял человек. Пытаются ему рожать рот. Высунуть язык. Да. В Космынина влетел Артыков. Не специально. Да, прямой нокаут, друзья. Прямой. Артыков вырубил здесь Космынина. Во-первых, жесткий был удар. Во-вторых, было падение жесткое. И при этом Космынин не видел Артыкова. Просто не видел. А самый опасный. Больше никто никого не обойдет. Также отмечу, что Сагдзяна покинула последнее место. Красавец рефери. Буквально услышал меня. Ничего не стал добавлять. Я, в принципе, все, что хотел сказать, уже произнес. Атабик Джурай был вместе с вами, дорогие друзья. Даст Бог на одном из телеканалов НТРК. Мы с вами как-нибудь услышимся. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok